Здравствуйте дорогие друзья! С вами Игорь Лукьянов А помогает мне снимать это видео снова Глеб Паскевич Сегодня 21 апреля Несмотря на то, что берлинская наступательная операция началась 16 апреля Бои, штурм внутренних оборонительных рубежей города начался именно 21 числа И именно сегодня мы играем в игру Fortress Berlin Лучший способ отметить годовщину, очередную годовщину взятия советскими войсками Берлина Берлинского сражения Значит первый ход у нас 21 числа Ну и лучший способ отметить это сыграть в игру Fortress Berlin Джона Прадоса За праздничное настроение в нашем офисе отвечает фотография Советской пехоты на улице Беляльянс-Штрассе На фоне такого величественного длинного здания Мы покажем вам гексагон на карте города, в котором находится это здание А масштаб карты Берлина очень подробный Игровой карты, мне кажется, 400 метров Да, 400 метров, по-моему В гексагоне, да Но уточним еще Так, за информативную часть, настраивающую на деловой лад Отвечает Панель информационная для флипчарта Я специально по опыту предыдущей игры в игру крепость Берлин Сформировал такую сводную таблицу У нас есть здесь подход График подхода подкрепления висит Подкрепленность игры И самая главная уточненная Схема расчета Формула расчета трех видов атак Дело в том, что в этой игре В этой игре Применяется интересная очень боевая таблица А мы вам о ней расскажем Потому что она применяется не только в этой игре Но еще в целой куче игры Джона Прадоса По одной и той же таблице Вы можете проводить артиллерийские обстрелы Огонь 400 метров в гексагоне И close assault Штурм по-русски говоря Ну и главное Так сказать Главное То ради чего мы собрались И о чем Главный герой нашего видео Игра Джона Прадоса Крепость Берлин Вот обложка игры По совместительству Обложка журнала Единственный отзыв магазин В котором она была опубликована Игра в год публикации А это не изменяет память 2002-й или 2000-й год Сейчас я попробую быстро выяснить Журнал прямо в руках Игра в 2004-й Восьмой номер Похоже на то Точно Это лучшая игра опубликованная в журнале Черт за Роберт Савор Вина Так Значит И не мог я не украсить В честь Этого знаменательного события Которым мы с Глебом Долго готовились Павел Теплов еще должен был бы участвовать с нами Надеюсь сможет присоединиться Это красивые виньетчики С феноменальным артом За которые отвечали совместно Фишки Фишки на карте Крейг Гранду и Махафи А идея такая возникла у меня Так как ход один день И игра начинается 21 апреля То я решил И в этом году мне удается это воплотить в жизнь Потому что я купил игру Год назад как раз Но тогда мне не удалось Мы будем играть в реальном времени То есть А игра здесь она sudden death victory Ну может быть Можно играть там до Теоретически до 5 мая Но исторически игра считается Закончилась 2 мая Со взятием Рейхстага То есть когда советские войска Возьмут Рейхстаг Игра закончится И вот мы с Глебом Поставили себе задачу Играть Ну когда сможем То есть наших интересов Чтобы поддерживать Поддерживать темп То есть грубо говоря Нам бы хотелось Чтобы 26 апреля Реального У нас В игре тоже было 26 апреля Если будем слегка отставать То надо будет сделать Просто на 2-3 хода Вот Значит В сегодняшнем видео Мы расскажем вам И про эту игру в первую очередь Про ее автора Джона Прадоса Мне кажется Это первая игра Которая Это очень интересный Один из таких Устал Ну как бы Устал Похоби Можно сказать Я вам потом расскажу Почему Про автора Про игру Fortress Berlin Как яркого представителя Целой серии Игр Джона Прадоса Которую он сделал Ну небольшой серии Пока что По Похожим правилам Ну и конечно Эта игра Для нас Потрясающе интересна Тем Что Есть несколько игр Посвященных Подробному Боям в Берлине Не состоявшихся В период Холодной войны Но честно говоря Так на вскидку Ни одной игры Я вспомнить не могу Которая бы так подробно Рассматривала Эту Это уникальное сражение Мы с Глебом Ощутили Все это Расставляясь Расставляясь Рассматривая карту Знакомясь с составом войск Подробнейшее расписание Для игры Опубликованной В журнале 480 фишек На карте Стандартного размера И Подробное Расписание Из советской стороны Ну Понятно С обеих сторон Очень подробное Расписание Если немецкие Дивизии Представлены Батальонами Сейчас мы о нем поговорим Потому что Прямо наглядно Потому что у нас готова Расстановка Из советской стороны То есть Можете представить Для многих из нас Я думаю Даже Может быть Для нескольких Силы Советскими Были задействованы Значительно Главные силы Двух фронтов Сражались Именно на этой карте Потому что Сама То есть конечно Карта не всего Берлинского сражения Поэтому игра Называется Fortress Berlin Это лишь часть Берлинской Наступательной операции Это именно Бои в городе Сейчас вы видите Внутренний периметр Внутренний оборонительный Периметр Значит Мне кажется Даже Кто-то из зрителей Этого канала Узнав Про эту игру Может Посмотреть на ее фишки И найти подразделение Может быть У кого-то сражался Кто-то из Ну Кто-то из предков Сражался В этом сражении И это Такой Удивительный способ Который позволяет нам Почтить память Этих героев У меня, кстати, с детства Ну, может быть Под влиянием советских фильмов Конечно Завораживал Вот этот момент Весна Теплая весна Европейская Пробуждение природы И исход войны Уже ясен В советских фильмах Посвященных этим событиям Это подчеркивалось Это и Отец солдата Или там То же самое Штурм Берлина Вот эта Часть Эпопеи Умирать очень тяжело Уже понятно Уже выиграли Уже выиграли И мы здесь Увидим советские дивизии Обескровенные Это, конечно Вот И тем более Замечательно Что мы с вами Потомки тех Русских солдат Которые взяли Берлин Имеем возможность Почти техпамять Вот этой игрой Благодаря Замечательному Американскому Писателю И гейм-дизайнеру Джону Прадосу Вот такая вот Ирония судьбы Ну а в принципе Чему удивляться До недавнего времени Если бы вам захотелось Просто познакомиться До недавнего времени Даже сейчас Если вам хочется Познакомиться С подробным Расписанием Боевым советских войск Участвовавших В Берлинской наступательной операции То я не знаю Где бы вы найдёте Такое расписание Может быть в недавно Вышедшем альбоме Я просто его ещё не видел Не держал в руках Исаева Оно есть Но до этого вы не могли бы Даже узнать Какие подразделения там участвовали То есть могли бы Но это расписание Было бы на английском И другом европейском языке Вот Ну сейчас мы тогда Сменим ракурс И перенесёмся за стол О! О!